всем доброго времени суток меня зовут алина и сегодня я снимаю видео на тему top 10 under 10 о продуктах дешевле 10 долларов о декоративной косметики и это надо будет мое самое большое видео в подобной категории потому что хочу поговорить и не о 10 каких-то конкретных косметических средствах а сразу 10 категориях в каждой из которых будет по два-три средства поэтому я постараюсь говорить об этом быстро сейчас у нас январь на улице холодно поэтому решила продавать себя и вас таким ярким тематическим макияжем чтобы не было лишней критики сразу хочу сказать это не повседневный макияж и на работу каждый будний день с таким макияжем ходить не надо итак давайте начнем говорить о теме top 10 under 10 и первая категория которой хотел поговорить это консилеры и в этой категории у меня сразу три консилера это биби консилер от гарниер который нужен только для области под глазами там где у нас синячок потому что он очень оранжевый он очень оранжевый не потому что он какой-то плохо продуманный или плохо сделанный он такой очень оранжевый потому что вам наносить именно вот сюда вот прямо на синячок ближе к внутренним угол глаза и потом потихонечку растушевывать не выходя за пределы синячков просто фиолетовый такой синеватый цвет нейтрализуется оранжевым подтоном этого консилера и таким образом высветили нам синячки второй консилер и третий более универсальный хотя наверное мэйблин все-таки чаще используют под глаза но я его наношу и на какие-то другие места если есть покраснение или что-то такое и третий консилер самый универсальный подходит везде это консилер от никс не знаю почему так быстро стирается надпись в оттенке 01 он очень очень светлый для тех кто очень светлый консилер то пожалуйста вот вот он идеально подходящий вам консилер и он подходит абсолютно для всего для того чтобы высветить какие-то зоны на лице для того чтобы убрать эффект вот этих вот синячков которые у нас есть под глазами поэтому это вот замечательный консилер и на этом категория консилер и все следующая категория это карандаши для глаз и если у вас не жирная века то вам вполне подойдут карандаши от essence в серии long lasting pencil которые автоматические и карандаши которые совсем дешево по моим стоит по полтора доллара от essence просто написано на них каял принц наверное так и называется эта серия следующий карандаш для глаз который хочу сказать подойдет всем но особенно тем у кого все-таки жирная века у кого растекаются смываются карандаши обратите внимание на essence gel eye pencil он стоит дороже примерно 4 доллара но он просто замечательный это как раз таки тот редкий случай когда качество превосходит цену просто в разы я очень чем карандашом довольна и всем его рекомендую следующая тема это подводки я не очень много пользуюсь подводками но я бы хотела все-таки отметить одну очень очень бюджетную подводку этого подводка от американской фирмы эльф которая стоит на херби примерно 4 доллара 3-4 доллара и это очень удачная подводка из серии дешевая сердита прекрасно держится весь день легко наносится никаких проблем с ней нет единственное что кисточка которая к ней шла мне она не понравилась не подошла поэтому я пользуюсь другой кисточкой для нанесения этой подводки идем дальше давайте поговорим о тенях я не знаю во всех странах доступны эти тени но я сейчас хочу поговорить о трех фирмах они которые наверное доступны везде это тени от буржуа в разных оттенках они действительно очень хороши поэтому я советую всем к ним приглядеться наверняка не представлены в любой стране где бы вы ни жили другие две палетки с ними немножко тяжелее это две палетки которые представлены везде на думу во многих странах европы вы можете найти фирму make up revolution конечно же не обязательно покупать настолько яркие оттенки насколько представлены в этой палетке у них очень большой выбор палеток с разными абсолютно цветовыми гаммами также есть очень интересные средства для лица как румяна бронзер хайлайтер и вообще очень очень удачная бюджетная косметика make up revolution я купила именно такую яркую палетку потому что я не часто пользуюсь столь яркими тенями и таки для каких-то более тематических макияжа не подходят но не для повседневности поэтому я решила что раз не буду пользоваться этими тенями часто почему бы не купить подобные оттенки в дешевой фирме и я купила make up revolution и осталась абсолютно довольно тени не сыпется они хорошо держатся они очень пигментированные как вы можете посмотреть на меня сейчас у меня сочная яркий макияж и сделан полностью именно этой палеткой теней и 2 фирма который бы хотел подарить я знаю что я наверное тяжелее немножко достать будет но это немецкая косметика альверде вообще очень хорошая фирма и мне подруга подарила вот такую вот четверочку теней и если это стоило примерно 6 евро то это стоит столько же здесь и 4 оттенка это натуральная косметика кроме того надо признать что это очень носки для меня оттенки и это порядка от альверде номер 50 которая называется rose garden детства для бровей у меня сразу есть две вещи показ во первых хочу сказать в общем такой переходный продукт о тенях в общем очень неплохие тени от пупа и часто они стоят дешевле 10 долларов и у меня здесь оттенок 04 очень универсальный оттенок потому что я его использую и как тени в основном для внешнего уголка глаза и для бровей и если хорошо хорошо растушевать как контур для лица потому что это холодный оттенок коричневого и выглядит он вот таким вот образом такой вот серо-коричневый оттенок очень очень универсальный и очень удобный второй продукт для бровей который хочу сказать это уже конкретный такой eyebrow kit который производит фирма catrice cosmetics мы видим оттенок потемнее оттенок посветлее и все дома таким пользоваться не будешь но здесь есть отделение для путешествий маленькие щипчики и маленькая расцветка для бровей что очень очень удобно в дороге следующая категория туши и как я в основном пользуюсь бюджетными тушами это практически все мои туши и давайте начнем первое наверное опять таки не везде доступная косметика альверды мне подарила подруга на насколько я знаю это то что примерно 7 евро вот такая у нее кисточка и она очень очень удобно для повседневного макияжа на хорошо подкручивает она очень хорошо и долго держится весь день без каких-либо проблем 2 тушь доступная насколько я понимаю в во всех магазинах косметики канады и америки менее доступна в европе и естественно в израиле поэтому я ее заказываю всегда с их оба это физишн с формула потрясающе красивая упаковка и тушь называется sexy booster cat eye collection и это оттенок черный у нее совсем другая силиконовая кисточка вот так вот она выглядит она стоит 8 долларов на айхербе обычно кому-то может помешать кому-то может понравиться у нее какой-то ванильный запах я лично не считаю это достоинством но мне это не сильно мешают ей пользоваться тоже она очень хорошо разделяет очень хорошо красит ресницы и для повседневного использования на работу я очень довольна на как раз то что надо и что еще мне очень нравится мне что если вы хотите использовать ее для вечернего макияжа она тоже вполне поддается тому чтобы наслоить ее и сделать более насыщенной и 3 тушится вообще категория туши они есть в разных оттенках и это туши от риммл они доступны ну в очень многих странах и чем они еще хороши у них срок годности не 6 а 12 месяцев поэтому если вы хотите купить какую-то цветную тушь которого пользуетесь редко или наносите только на нижние ресницы или что-то еще такое то вот как раз идеальный вариант уж которому хватит 12 месяцев и стоит например на 5-6 долларов что по-моему прекрасно у меня она в оттенке electric блок мы видим очень яркий оттенок и я иногда для каких-то макияжа с голубым акцентом прокрашиваю ее кончики нижних ресниц и создает очень интересный эффект и поскольку я не пользуюсь ею часто то что у нее срок годности целый год это очень удобно по поводу туши все давайте поговорим немножко про всякие бронзеры и пудры для лица здесь у меня два фаворита оба от немецкой фирмы alverde первый продукт это пудра и бронзер вместе я немного пользуюсь компактной пудры поэтому для мне это очень удобно что они не в отдельных пудреницах а что продукт совмещен вместе тут 7 грамм продукта очень мелкий помол очень удачный оттенок как бронзера так и пудры и у меня это оттенок номер 10 light bronze следующая пудра интересно тем что то на самом деле корректирующая пудра имеющая три вот таких вот оттенка я ее использую и как тени для век на внутренний уголок глаза и до середины века и использую иногда как корректор но еще очень часто я смешиваю все три пудры и использую их как такой вот очень легкий деликатный хайлайтер который создает такой вот высветляющих перламутровый оттенок при этом он очень деликатные подходит для дневного макияжа и вы не будете светиться как елка телек это легкая такая вот рельефность и подсвечивание лицу это дает тоже стоит она примерно 6 евро что очень удобно у нее оттенок один поэтому нету кого-то особое название просто пудру бронзера хочу поговорить про такую новинку 2016 года это румяна кремовые гелевые румяна от фирмы essence из серии дешевая сердито они не слишком пигментированные поэтому вы вряд ли переборщите и нанесете какое-то просто розовое пятно если будет наносить их на свои щеки их также можно наслаивать и я очень довольна этим приобретением это очень удобно держатся они конечно же лучше чем пудровые румяна держится не весь день но не забывайте что все кремовые румяны нужно носить поверх тонального средства до закрепления пудрой карандаши для губки хочу сказать на два таких фаворита один доступный везде это карандаш от фирмы essence тоже в очень универсальном оттенке розового который называется вышли rose и я постараюсь показать вам где-то здесь сводчик на него вот такой вот розовый оттенок и опять-таки от карандаш стоит полтора доллара 2 карандаш стоит примерно 4 доллара это фирма p2 немецкое производство и мне очень нравится тоже очень универсальный но в бежевых оттенках цвет который называется 129 оттенок шайберу и я нанесу рядом здесь чтобы было можно сравнить что вот это вот шайбер а это вот вышли rose от essence . многим помада мы можем применить два этих карандаша поэтому я выбрала именно такие вот оттенки я не люблю когда у меня слишком много карандашей для губ и поэтому я стараюсь покупать их минимумно так чтобы они для большинства помад работали и это вот очень удачный на мой взгляд и оттенки и цены продолжим и поговорим немножко о помадах и блесках для губ я вернусь фирме essence хочу сказать что их очень неплохая коллекция блесков для губ которые стоят в среднем по 3 доллара и они называются xxl shine на самом деле очень много у них оттенков светлых и темных и более таких прям ньют оттенков две помады которые хочу поговорить это помада фирмы пупа и фирмы альверды обе мне они на самом деле так получилось что в красном оттенке пупы покупала для свадьбы потому что у меня было красно-белое свадебное платье и мне нужна была красная помада вот и решила добавить фотографию чтобы можно было видеть и платье и меня и помаду и как она выглядит на мне я выбираю всегда красные помады с синим подтоном потому что мне кажется они более выгодно смотрятся на губах я нанесу оба оттенка для того чтобы мы могли посмотреть видно между ними разница это у нас оттенок пупа это оттенок от альверды одна между ними разница интересные оба оттенка пупа немножечко более увлажняющие и альверды немножко все-таки посуше оба хорошо держится на губах альверды может быть чуть чуть дольше я надеюсь в очень скором будущем снять видео об израильской декоративной косметики ниже 10 долларов за продукт и я потом хотела вас не все-таки видео и про уходовую косметику для лица и тела оставляйте мне свои комментарии скажите какие у вас есть любимые фавориты из бюджетной косметики вот такой вот косметическое видео надеюсь на было интересным приятным и полезным для вас до новых встреч но пока пока и и